Российские власти в очередной раз обманули россиян. Никогда такого не было и вот опять. История, связанная с повышением призывного возраста, была довольно громкой с самого начала. В начале российские власти рассказывали, что это будет поэтапное повышение, которое коснется как верхней планки, так и нижней планки. Мол, нечего 18-летним парням идти сразу в армию, нужно сначала образование какое-нибудь получить и еще что-нибудь поделать. Именно под этим соусом подавалось повышение призывного возраста. Однако выяснилось, что как это всегда и бывает, всех надули и обманули. Ну то есть повышение призывного возраста будет повышаться не только верхняя планка, но и останется неизменно нижняя. То есть 18-летние парни все также будут призываться в российские вооруженные силы. Все это проходило по заявлениям депутата Госдумы Картополова. Он был одним из застрельщиков этого законопроекта, хотя сам законопроект изначально появился в словах Сергея Шойгу в обсуждении с Владимиром Путином. Тогда это подавалось именно так, что повышение призывного возраста будет и по верхней планке, и по нижней планке. То есть ничего как бы не изменится, просто изменятся временные рамки. Ну то есть точнее возрастные рамки тех, кого призывают. Выяснилось, что все это не так, и в свежих принятых Госдумой поправке черным по белому написано, что призывной возраст будет с 18 до 30 лет и начнет действовать не к 26-му году, как обещали депутаты, а с 1 января 2024-го. Новость не в том, что в очередной раз обманули россиян. Это как раз обычно, и у меня очень много вызывают вопросы те, кто продолжают верить российским властям. Даже больше, чем вопрос, откуда берутся маленькие угри. Ну, рыбки вот эти. Это довольно загадочный феномен. В общем, загуглите, довольно интересно. Нет, история здесь гораздо глобальнее и на самом деле примечательнее, потому что история главная заключается в том, что у российской армии очень большие проблемы с тем, чтобы набрать людей. Это красной нитью проходит через всю эту войну и является контринтуитивным. Вообще в этой войне очень много всего контринтуитивного. То есть, казалось бы, у России бесконечное количество снарядов, которая должна сколь угодно их использовать. Оказывается, нет. Со снарядами большие проблемы, несмотря на колоссальные советские запасы. Или вот наоборот, например, ракеты. Ракеты, которые сложны в производстве. Казалось бы, без западных технологий Россия должна перестать их делать, и они должны у нее заканчиваться. Но нет, мы видим, что ракеты у России, к сожалению, не заканчиваются. Правда, это связано не с тем, что Россия научилась делать это без западных технологий, а с тем, что санкции, которые применяются к России, довольно дырявые. И через эти дырочки вполне себе спокойно попадают в всевозможные технологии двойного назначения, а иногда и прямого назначения для строительства ракет. Короче говоря, война очень контринтуитивна. И, казалось бы, Россия из-за своих объемов, из-за своих масштабов должна иметь огромную армию, которая будет превосходить украинскую по численности. Но этого не происходит на протяжении всех 17 месяцев войны. И не будет происходить и дальше. Поэтому вопрос мобилизации все еще остро стоит на повестке, несмотря на то, что уже мало кто перестал говорить о том, что она будет в самом скором времени. Хотя я бы тут сказал, что даже наоборот происходит. Те, кто раньше говорил про то, что мобилизации скоро будет, уже про это не говорят. А вот как раз всякая Z-общественность, она начала говорить, что мобилизация, скорее всего, будет очень и очень скоро. Более того, мы видим, что российские власти на фоне этого весь прошедший год, как минимум 2023 и конец 2022, они обновляют свои протоколы для мобилизации в плане того, чтобы наладить и реестр, и базу, и количество необходимых военкомов, и учебные части, и все, что с этим связано. То есть глобально Россия к мобилизации готовится. Однако до сих пор ее не объявила, несмотря на то, что военная ситуация требовала это гораздо раньше. Ну то есть, например, для того, чтобы было успешно зимнее российское наступление или имело хоть какой-то успех, это нужно было делать еще в прошлом году, в конце прошлого года или хотя бы в январе. Однако Россия этого не сделала. В общем, сегодня обсудим с вами новые поправки, повышение призывного возраста и несколько деталей, на которые мало кто обращает внимание, но которые являются существенными. И в целом вопрос мобилизации. Возможно она, невозможно, в какие сроки, когда она может начаться, и что российские власти останавливают от того, чтобы ее провести. И почему, несмотря на военную необходимость, Владимир Путин откладывает это решение. Вы на канале Майкла Наки, если еще нет, то переходите, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на этот канал. Все это помогает продвигать видео и, возможно, поможет спасти жизни. А также поддерживайте канал на Патреоне. Ссылка в описании. Ну или с помощью суперспасибо, кнопка с долларом в сердечке прямо под видео. Тогда у вас будет платный комментарий, он будет подсвечиваться, и я его обязательно увижу. Итак, глобально, что происходит с этим повышением призывного возраста? В новых поправках заявляется, что теперь будут призываться люди не до 27 лет, а до 30 лет. Это позволит существенно расширить базу людей, которые будут призываться на срочную службу. Более того, там указано, что в период мобилизации также можно будет со срочниками заключать краткосрочные контракты, которые будут даже менее года. Как мы помним, в предыдущих поправках имени Шойгу там указывалось, что срочник может заключить контракт с первого дня своей службы, что на самом деле довольно серьезное изменение и позволяет вербовать срочников как контрактников. Российская армия очень не хочет использовать срочников непосредственно в Украине, хотя эти срочники, они погибают в этой войне, причем довольно часто, потому что их располагают в Белгородской области, где также проходит линия фронта, потому что на территории Белгородской области и многих других есть склады с боеприпасами, оттуда запускаются ракеты, там есть военные аэродромы, поэтому по ним, безусловно, наносятся удары. К сожалению, не западным оружием, которое очень точное, которое бы позволило минимизировать потери среди гражданских, потому что Запад настаивает на том, что Украина не должна использовать западное оружие для ударов по российской территории. Но, тем не менее, безусловно, удары наносятся и будут наноситься и дальше, потому что это удары по военным целям, по военным объектам, так как они располагаются в том числе на территории России и особенно в Белгородской области, потому что это вообще такой плацдарм, через который Россия и начинала нынешнее вторжение, и на котором до сих пор огромное количество военных объектов, складов, аэропортов и командных штабов. В общем, срочники в этой войне погибают, и есть целый ряд историй, которые связаны с тем, чтобы превратить срочника в контрактника. Вообще, деятельность Государственной Думы в нынешнем году во многом была направлена на то, чтобы увеличить количество этих механик. То есть, базово какая стоит задача перед властью? Задача стоит, первая, насытить фронт людьми, вторая, сделать это так, чтобы люди в России особо этому не возмущались. Именно поэтому не хотят использовать срочников прямую. Ну, то есть, брать срочник, вы говорите, вы теперь едете там, я не знаю, под Бахмут, потому что вот там находится линия соприкосновения, нам там не хватает людей. Почему этого боится делать власть? Потому что история со срочниками, которых задействуют в боевых действиях, исторически в России очень негативно для власти проявлялась. Ну, то есть, это и Афганистан, и многое другое, потому что население видит для себя какую картину? Что берут людей, которые не собирались воевать, не давали на это свое согласие, которых в обязательном порядке призывают, потому что в России на призывы подлежат там все мужчины без там серьезных заболеваний с возраста от 18 до 27, вот теперь будет с 18 до 30 лет. Вот берутся эти люди и отправляются умирать. Это негативно сказывается на общественном восприятии, и более того, в нынешней войне это будет для них означать, для людей означать, что ситуация на фронте не очень хорошая, как это было во время мобилизации, которая проводилась 21 сентября, но к мобилизации мы еще обязательно вернемся. И таким образом, что делают со срочниками? Срочников просто в другую категорию записывают. То есть срочникам предлагается контракт, предлагается усиленно, то есть помимо того, что в военных российских частях идет постоянная обработка, то есть там есть такие политические пятиминутки, которые на самом деле не пятиминутки, а гораздо больше, их заставляют смотреть российскую пропаганду, им есть политруки, которые рассказывают, что вот там врагу ворот, туда-сюда, и вообще нацисты кругом тыры-пыры. Непонятно, что человек, находящийся в изоляции, да и в целом человек там, который только недавно школу закончил, достаточно воспринимать в любой пропаганде, он на это может повестись. Но таких не очень много, то есть срочников, которые готовы добровольно переходить в контрактники, потому что они уже к нынешнему моменту примерно понимают, что их ждет. Да, безусловно, есть люди, которые не готовы приходить в чужую страну убивать там людей, то есть которые могут отказываться от этого по моральным соображениям, но надо говорить честно, таких не большинство. Почему? Потому что такие люди сейчас в армию в принципе не попадают. То есть такие люди прикладывают достаточное количество усилий, чтобы не оказаться во военной части. Поэтому на самом деле большая часть людей, которые в эти военные части попадают, к сожалению, это люди, у которых нет этого морального ограничения. Еще раз оговорюсь, безусловно, есть и те, у кого есть эти моральные ограничения, и более того, они из этих частей пытаются сбежать и сбегают в огромных количествах, о чем я рассказывал в недавнем видео, где рассказывается о исследовании медиазоны. Они изучили статистику судов и выяснили, что выносится по 100 приговоров об оставлении части в неделю. Ну, то есть вот такой масштаб бегства российских военных из военных частей. Там речь идет и о мобилизованных, но есть частичные срочники и много чего еще. Значит, поэтому в основном это, конечно, люди, которые уже без моральных ограничений или они вымываются в результате пропагандистской обработки военных частях, но эти люди все еще до них доходят, значит, информации о том, что вообще происходит на фронте за мясорубкой. Они прекрасно понимают, что это, по сути, билет в один конец, что они, скорее всего, станут либо коллегами, либо умрут, помимо того, что будут убийцами. Поэтому желающих не очень много. Из-за этого применяются в том числе силовые меры для того, чтобы заставить людей подписывать контракт. Об этом рассказывал один из срочников, который в итоге убил себя. В такой военной части он оставил записку, который рассказывал, что его принуждали, что его очень активно принуждали стать контрактником. В общем, это такой отмывочный процесс, когда из срочников делают контрактников. Это было и в начале нынешнего вторжения, когда мы увидели в боевых действиях довольно большое количество срочников. Оказалось, это были серые срочники. Что такое серые срочники? Это люди, которые на тот момент отслужили больше полугода, потому что раньше такое было ограничение, нельзя заключать контракт, если ты отслужил меньше полугода. И им, поскольку Россия говорила, что вот в 2022 году, что это все учение, многие командиры частей говорили им, слушай, ну давай контракт заключим с тобой, ты съездишь на сборы, значит, вот мы там все на сборах будем находиться, мне поставят, что у меня укомплектование полное есть контрактников, а тебе заплатят денег. И многие на это соглашались. В итоге эти люди оказались вот в мясорубке этой войны. О чем в том числе говорили и в Совете Федерации, потом было вынуждено признать Министерство обороны. В общем, такой отмывочный механизм, где и срочников делали контрактники. Сейчас, в течение времени, этот отмывочный механизм расширили. То есть, во-первых, теперь срочники могут с первого дня службы заключать контракт, а вот эти новые поправки, которые идут вкупе с повышением призывного возраста, в том числе говорят и о краткосрочных контрактах, которые теперь можно заключать срочников. То есть, в чем задача глобальной российской армии насытить ее солдатами любым способом? Как мы видим, российская армия пытается использовать для этого абсолютно любые механизмы. Например, широкая кампания по привлечению людей на фронт. Вся Россия завалена билбордами, видеороликами и различными агитками, что вот становись контрактником, типа СВО, туда-сюда, много денег, тыры-пыры. Значит, получается, это не очень хорошо. Несмотря на то, что Шойгу отчитывается, что что-то там 1300 добровольцев в день появляется, на самом деле цифры эти дутые, конкретно то высказывание было разоблачено самими же зет-патриотами, которые рассказали, что на самом деле на тот момент, когда Шойгу это говорил, на тот момент добровольцы, уже существующие добровольные подразделения, ну, в частности, к которым мы относили ЧВК Вагнера на тот момент, ну, в общем, их довольно много на линии фронта, в том числе Ахматовские, вот эти вот кадыровские ребята, значит, что они на тот момент заключали договоры официальные с Министерством обороны, потому что Министерство обороны выпустило такой приказ. И вот тех, кто уже находился на фронте, уже был в добровольческих отрядах и подписывал контракты с Министерством обороны, тех Шойгу в том числе записывал, вот, смотрите, к нам идут добровольцы. Ну, то есть, такая очевидная манипуляция. Более того, иногда он просто придумывает цифры, потому что, когда началась вот эта вот кампания по призыву добровольцев, да, это уже сильно отличалось от того, что было в России в прошлом году, когда тоже была довольно серьезная кампания, и какие-то люди, наверное, шли, но после этого случилось несколько громких поражений Российской Федерации на линии фронта, и более того, выяснилось, что все эти добровольцы, они служат не там в тылу, а на передовой. И даже тогда не удалось набрать необходимое количество людей, и Владимиру Путину, после очередного крупного поражения в прошлом сентябре, когда Россия вышла из Харьковской области, ну, как вышла, выбежала, я бы сказал, оставив огромное количество техники, оставив огромное количество снарядов, просто сверкая пятками они бежали, и вот тогда была объявлена мобилизация 21 сентября, что говорит нам о том, что набрать людей скрытой мобилизацией, или так журналисты окрестили вот эту кампанию по найму добровольцев, по заключению контрактов, не удалось. Естественно, что в кампании в 2023 году это все еще хуже продвигается, потому что информация о фронте гораздо больше, о том, что всех отправляют на передовую, что отправляют местные штурмы, что нет достаточного обеспечения, в каких-то частях нет даже воды. Это все, конечно, по сарафанным радио расходится. И более того, если в том году еще до крупных поражений, до оставления Херсона, до высекания российских складов в Крыму еще какие-то были иллюзии в России, что война будет быстрая, и Россия непременно победит, то сейчас уже этого гораздо меньше, таких ощущений у людей нет. Есть понимание, что война будет как минимум долгой, а как максимум, и скорее всего, будет проигранной. Поэтому никто не спешил даже за большие деньги идти добровольцем. Однако проблема у России с кадрами все еще остается и более того увеличивается. Она становится невообразимо большой, потому что вот те самые люди, которые были мобилизованы 21 сентября, они заканчиваются. Заканчиваются не только в физическом смысле. Огромное количество мобилизованных погибло, потому что их использовали буквально для вот таких мясных атак под угледаром и много где еще. И, в общем, они по поводу этого записывали всевозможные видеообращения, рассказывая, как с ними плохо обращаются, как у них ничего нет, как их используют в самоубийственных целях и прочее, и прочее. Но, помимо этого, есть еще проблема ротации. Проблема ротации заключается в том, что военных, которые уже воюют долгое время, не сменяют на других. Вообще, военный должен находиться на поле боя, ну, не больше месяца, ну, то есть в активной фазе. После этого у него ухудшаются способности, у него течет колпак, значит, и он становится гораздо менее эффективен. И поэтому существует ротация, когда должны военные менять друг друга. И вот, значит, повоевал, отдохнул, повоевал, отдохнул, повоевал, отдохнул. При этом у украинской армии, например, ротация настроена нормально. Об этом сообщают даже пророссийские военкоры, которые задаются вопросом, а почему у них нормальная ротация, а у нас, значит, все через одно место. И, в общем, срок службы, в том числе российских мобилизованных, без ухода на ротацию уже достигает 9-10 месяцев в отдельных частях. И многие сообщают о том, что эта проблема массовая. Опять же, сообщают об этом Z-Патриот. И я здесь не привожу конкретно их высказывания, потому что я это делал в недавнем ролике. И, как бы, зачем повторяться? Ну, можете сами посмотреть. Просто ротация вбить в... Ну, если у вас есть папка с Z-каналами в Телеграме, у меня просто есть. И посмотреть, как часто об этом пишут и говорят. И военные свидомители, Кашеварова, Стрелков до недавнего времени. Ну, то есть, вся возможная вот эта вот чепуха. По-моему, даже у Скобеева было на эту тему несколько постов. Вот. Но тут не ручаюсь. Просто Скобеева часто кого-то репостит, как будто в эфире зовет. И поэтому иногда сливается, что именно говорит или пишет она. А что пишут эксперты, которых она зовет? В любом случае, проблема ротации лишь увеличивается и людей не хватает. И нюанс заключается в том, что это происходит, пока Россия в обороне. Оборона — это проще, чем нападение. И если у вас проблема с ротацией в обороне, и если у вас проблема с кадрами в обороне, это значит, что вы физически не можете осуществлять никакие наступательные операции. То есть, вообще никакие. И, собственно, Россия уже столкнулась с этим зимой. Я напомню, вот все забыли и не знали, некоторые даже не слышали, но оказывается, у России зимой было наступление. Ну, то есть, зимой была активная фаза российского наступления. Сразу по ряду направлений. Она закончилась нулем. Зеро. Ничего. Нигде не продвинулись. Вообще. Где-то даже потеряли. Не говоря уже о том, что потеряли огромное количество собственной техники, огромное количество мобилизованных, огромное количество солдат. Особенно запомнился Углидар, где просто российские значит, БМП, российские танки ехали на мины один за одним, один за одним, один за одним. Кто-то скажет, Майкл, но ведь сейчас во время наступления в СУ мы видели то же самое. Да, действительно, видели на первых порах, но армия Украины быстро перестроилась, и мы перестали это видеть. А под Углидаром российская армия не перестроилась. Типа, это было от начала и до конца наступления. Тем самым потеряв огромное количество и техники, и живой силы. Короче говоря, проблема с российскими военными никуда не делась и только усиляется день ото дня, потому что Россия сейчас, да, обороняется от украинского наступления, но с помощью больших потерь. Как потерь в технике, так и потерь среди живой силы, причем, опять же, активно пишут российские военкоры. Да, конечно, Лукашенко, Путин, Коношенков и прочие отребья, они, значит, рассказывают, что там Россия никого не теряет, теряет только Украина, и там вообще тысячи уже погибших, десятки тысяч, они говорят. Путин даже, по-моему, где-то обмолвился, что просто какие-то невероятные потери. Мы не видим ни одного объективного анализа, который бы это подтверждал. Мы не видим вообще никаких данных, нам ничего не показывают. Нам показывают только кадры подбитой техники, которая, кстати, с украинской стороны видно, что не приводит к неминуемой гибели экипажа. Но по этой подбитой технике у России с Украиной примерно паритет, если мы говорим именно про запорожское направление. На других направлениях Россия теряет даже большие техники, чем Украина, а на запорожском направлении примерный паритет по потерям, что для России немножечко позорно, потому что Россия находится в глухой обороне, которая с инженерной точки зрения выстроена неплохо. То есть траншеи вырыты правильно, минные поля расставлены правильно, но есть большая проблема с контрбатарейной борьбой и со снарядами для артиллерии. Поэтому украинская контрбатарейная борьба довольно сильно высекает российские артиллерийские установки и другую технику. Короче говоря, почему я все это веду? К тому, что какие варианты есть у Владимира Путина для того, чтобы расширить количество солдат в армии. Варианта три. Первый вариант – это добровольцы, то есть больше сделать добровольцев, которые сами придут, сами подпишут контракты, сами пойдут умирать. Второе – это переводить срочников в том или ином виде, то есть задействовать срочников. Третье – это мобилизация. Что касается добровольцев, пробуют, активно пробуют, не получается. Ну, то есть до конца года, до конца 2023-го они хотели набрать 400 тысяч человек. Сейчас на начало июля, по-моему, они отчитывали что-то в районе 116 тысяч удалось набрать. Мы не видим этих 116 тысяч, мы не видим очередей к военкоматам, к мобильным пунктам, мы видим выговоры местным областным администрациям за то, что они не выполняют квоту, которую спустили сверху, мы не видим передвижения новых 100 тысяч человек, мы не видим, чтобы они обучались в лагерях, мы вообще их не видим. В социальных сетях мы не видим фотографии, видеозаписи с проводами тех, кто уходит на то, что российская власть называет СВО. Нет никаких данных, которые бы позволяли нам судить о том, что стало как-то много добровольцев. И логика предыдущего существования нам никаким образом не намекает, почему это могло сработать. То есть произошло лишь что-то, что могло бы смотивировать большое количество людей пойти добровольцами. Нет, не произошло. Даже я бы сказал наоборот. Поэтому эти цифры выглядят ненастоящими, никакого подтверждения этих цифр нет, ни с количественной точки зрения, ни с качественной точки зрения, в том смысле, что мы не видим каких-то новых обоснований у людей, которые бы туда пошли. И в этом контексте это кажется абсолютно провалившейся историей. Ну, то есть история с пополнением добровольцами не находит своего отклика. Более того, мы не видим эффекта от этой истории. То есть если бы удалось набрать 116 тысяч человек, не чисто за июль, а вообще за весь 2023 год, то уже бы пошла частичная ротация. То есть уже частично эти люди бы заменяли тех, кто воюет по 9-10 месяцев на линии фронта. Этого не происходит. Почему я так подробно на этом останавливаю? Чтобы привести вам аргументы, почему, на мой взгляд, эти цифры не соответствуют действительности, так как объективных данных на этом этапе у нас нет. У нас есть только слова Шойгу, которым я верить не готов, так как он обманывал всех все время на протяжении всех этих месяцев. Второй вариант, срочники. Это то, что мы видим прямо сейчас. Вот эта вот вся история с повышением призывного возраста с 27 до 30, это ровно об этом. На этом сходятся военные аналитики. Это позволит расширить количество людей, которых можно будет призвать. Это большая категория людей, которые есть в России, и просто их можно будет с 1 января начать призывать, но не с 1, а с призыва ближайшего начать призывать. И более того, довольно быстро переводить их в контрактники по новым поправкам, которые принимаются. Вообще, эта история с повышением призывного возраста, она, знаете, как образцовая. Ну, то есть, я напомню, что в начале, когда это только началось, она обосновывалась, знаете, чем? Тем, что вот как раз не надо, чтобы сразу шли в армию. Нужно, чтобы поучились, потусили, набрались жизненного опыта, туда-сюда. То есть, именно это якобы была причина. Более того, обещали, что все это будет поэтапно, и что об этом не стоит никому переживать. Но шло время, и начали рассказывать, что ситуация обстоит совсем иначе. Тот же человек, который рассказывал, что это нужно для того, чтобы молодежь не сразу шла в армию, начал рассказывать, что, а вы знаете, мы вот решили нижнюю планку не повышать, потому что нам очень много писали ребята, которым скоро будет 18, что они хотят в армию. И ради них мы решили не повышать планку призывного возраста. В двух словах, почему это пиздеж? Значит, даже не потому, что мало какой человек напишет, да, в армию хочу очень, мне не надо повышать призывной возраст. Окей, может, такие есть, допустим. Проблема вот в чем. Изначальный проект, который предполагался, он предусматривал поправку, что в случае желания человека, он может пойти служить раньше, чем в 21 год, что он может начать служить в 18 лет, если на то будет его желание. То есть там буквально было написано, что вот эти вот все, которые якобы писали письма, которые, видимо, Картополов сам сидел и выдумывал, хотя нет, он просто сказал, что они написали ему, ему даже не надо выдумывать сами письма, для них была возможность в том законопроекте. То есть это вранье от начала и до конца. Многоходовочка, если хотите, вот все ищут постоянно у Путина многоходовочки, вы не там ищите, ищите ее в российских законопроектах, это вот всегда одна и та же история. Берете любую поправку, любой законопроект, представляете худший ее вариант, и вот таким он и будет. Чего бы вам не обещали эти, значит, сволочи из Государственной Думы, которые не являются субъектными. То есть понятно, что не они всем этим занимаются, они лишь являются вот кнопконажимателями и озвучивателями того, что им спускают сверху. Поэтому эта поправка была изначально рассчитана на то, чтобы таким образом увеличить российские вооруженные силы. Собственно, ровно это и будет происходить, и вот мы буквально видим на этой поправке, как это будет выстроено. Но с этим тоже есть проблема, потому что это все будет через какое-то время, и потому что людей просто обмануть, но не настолько. То есть массовая гибель срочников, вчерашних срочников тоже будет для общества заметно и довольно-таки критично. Поэтому это не единственный вариант, и, скажем так, все, что сейчас происходит в российском эстеблишменте, все, что связано с военизацией всего экономики, значит, призывной службы и прочего, они везде делают базу для того, чтобы все эти линии пушить и добровольцев, и призывников, и мобилизацию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова